Всем привет! Сегодня у меня для вас рецепт посуд с толмой. В переводе с армянского постная тома. На моем канале есть еще один рецепт этого блюда, но я там начинку готовила немножко по-другому. Какие ингредиенты нам нужны для сегодняшнего блюда? Здесь у меня пшеничная крупа, травленая. Я ее промыла под проточной водой. Вот в таком состоянии. Я не варила. Пшеничная крупа у меня сырая. Нам еще понадобится 4 луковицы и зеленый лук. Конечно же нам понадобится капуста. Я заранее капусту ошпарила в кипятке до средней мягкости и отрезала жесткие части. Нам еще понадобятся специи. Это красный перец острый, черный перец, соль, паприка сладкая, немножко томатной пасты и растительное масло. Сначала готовим зажарку. Лук нужно мелко нарезать. Мелко нарезаем белые части зеленого лука. Добавляем растительное масло. Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем красный острый перец. Добавляем черный перец. Добавляем паприку. Добавляем соль по вкусу. Перемешиваем. Добавляем томатную пасту. Перемешиваем. Добавляем немножко воды. Приблизительно 100 мл. Перемешиваем. Луковая зажарка готова. В конце добавляем мелко рубленые перец зеленого лука. Луковая зажарка готова. Луковую зажарку добавляем к пшеничной крупе. Оставляем 2 столовые ложки. Нам потом понадобится. Перемешиваем. У меня получается вот такая слегка суховатая начинка. В эту массу я добавлю приблизительно 2-3 столовые ложки воды. Перемешиваем. И проверяем на вкус. На соль, на перец. Если чего-то не хватает, добавляем. Начинка для пасту столуны уже готова. При желании в эту начинку можно добавить вареную фасоль, горох, нут. Если хотите. Но я этого всего добавлять не буду. Подготовим кастрюлю. Я на дно залила немножко воды. Приблизительно 100 мл. Дно кастрюли накрою капустными листьями. Кастрюлю я уже подготовила. Берем капустный лист. Я заранее удалила вот эти жесткие части. На капустный лист кладу 1 столовую ложку начинки. И заворачиваем толму. С краев внутрь. И заворачиваем. Начинки много не должно быть. Если внутри будет очень много начинки, при варке масса разбухнет и порвет капустный лист. Первый ряд уже готов. Вот такая красота у нас получается. Продолжаем заворачивать толму. Я закончила уже последнюю толму. Сейчас добавляем специи. Добавляем красный перец, паприка. Добавляем красный острый перец. Совсем немножко. Добавляем чёрный перец. И добавляем соль по вкусу. Две столовые ложки зажарки, которые я оставила, к ней добавила немножко воды. И у нас получилась вот такая масса. Ну, типа соуса получилось. Добавляю в толму. Добавляю 1 чайную ложку томатной пасты. Залю толму кипятком. Сверху накрою тарелочкой. Поставлю кастрюлю на плиту. Толму доведу до кипения. Убавлю огонь. И будет вариться до готовности. Толма уже закипела. Убавлю огонь. И оставлю на медленном огне до полной готовности. Толма уже готова. Я только что сняла пробу. Сниму вот эту тарелочку. Закрою кастрюлю крышечкой. Дам отдохнуть 10-15 минут. И потом только будем пробовать. Толма уже готова. Мы попробовали. Она очень вкусная получилась. Порежу и покажу внутри, как выглядит. Я тут приготовила соус из мацуна. Это кисломолочный армянский продукт. Я туда добавила чёрный молотый перец, красный острый перец, сладкую паприку и чеснок. Желательно сюда добавить ещё свежие кинзы, если есть у вас. И посолить по вкусу. Добавляем соус из мацуна. И пробуем. Таким был мой сегодняшний рецепт. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, прекрасного настроения. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»